ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Сегодня на очереди 27 стих 1 главы Бхагавадгиты ТАН САМИКШЯ СУКАУНТЕЯ САРВАН БАНДГУ АВАСТХИ ТАН КРИППАЯ ПАРАЯ ВЕШТО АВЕШИ ДАН ИДАМ АБРАВИТ ТАН ИХ САМИКШЯ УВИДЕВ САГА ОН КАУНТЕЯ СЫН КУНТИ САРВАН ВСЕХ БАНДГУН РОДСТВЕННИКОВ АВАСТХИ ТАН НАХОДЯЩИХСЯ КРИПАЯ СОСТРАДАНИЕМ ПАРАЯ ОГРОМНО АВЕШТА ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ ВЕШИДАН НАСОКРУШАЮЩИЕСЯ ИДАМ ЭТА АБРАВИТ СКАЗАЛ Перевод Когда сын Кунти Арджуна Увидел на поле битвы Всех своих друзей и родственников Сердце его преисполнено состраданием Подавленный он произнес такие слова Текст 28 Арджуна Увача Дриштвимам сваджанам Кришна Иютсам саму пастхитам Сиданти мамаган гарани Мукхам чапари шушьяти Арджуна сказал О Кришна, видя перед собой Друзей и родственников Горящих желанием сражаться Я чувствую, как у меня Подкашиваются ноги А во рту пересыхает Комментарий Шилы Прабхупада Тот, кто по-настоящему предан Господу Обладает всеми добродетелями Святых и полубогов Тогда как непреданные Сколь бы образованные и культурные С материальной точки зрения они ни были Лишены этих возвышенных качеств Поэтому, когда Арджуна увидел На поле боя своих сородичей Друзей и членов своей семьи Он преисполнился состраданием К ним, решившим Создался к ним, решившим воевать Друг с другом Своим воинам он испытывал Сострадание с самого начала Но сейчас он проникся жалостью Даже к воинам вражеской армии Предвидя их неминуемую гибель При мысли об этом Его охватила дрожь И у него пересохла в горле Их воинственный дух Оказался в какой-то степени Неожиданностью для Арджуна Почти весь его род Все кровные родственники Пришли сюда, чтобы сражаться с ним Для такого добросердечного преданного Как Арджуна Это было ударом Хотя здесь и не сказано об этом Нетрудно себе представить Что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле И сухость во рту Но также плакал от сострадания Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны А о его доброте Присущей чистым преданным Господу Вот почему говорится Тот, кто безраздельно предан личности Бога Обладает всеми достоинствами полубогов Тогда как непреданный Может похвастаться только материальными качествами Цена которым невелика Причина в том, что такой человек Постоянно идет на поводу у своего ума И потому не может устоять Перед соблазнами материальной энергии Шмат Бхагаватам Пятая песня, 18 глава Текст 12 Оумагьяна тимирандася Гянанджана шалакая Чакшурунмилитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанямановиш Там стапитами Набутали сваям рупа кадамахям Дадатисва падантикам Ванча-калпату-рубьяшча Крипасинхупья эвача Патитанам павани-бхо Ваишнаве-бхо Намо-намахам Джайши Кришна Чайтанья Прабху-нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигаура Бхакта-вринда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама Рама, Харе Харе Намо-намбишну падаве Кришна, Причтхай, Буддали Шамати Бхакти, Веданта Свами, Нитинамине Намасте, Сарасвати Деви Гаврава, Нипрачарине Нирвиша Шашуне Вади Пашчатя Дэйша Тарине Еще раз текст Когда сын Кунти Арджуна Увидел на поле битвы Всех своих друзей и родственников Сердце его преисполнилось Состраданием подавленной Он произнес такие слова Арджуна сказал О, Кришна, видя перед собой Друзей и родственников Горящих желанием сражаться Я чувствую, как у меня Подкашиваются ноги А во рту пересыхает Эта ситуация Показывает Определенный конфликт Который неизбежно Возникает У души с телом Душа обладает одной природой Тело обладает другой природой И душа Никого убивать не может Не хочет Для души, естественно Любить Общаться на высоком уровне Обмениваться любовью А телу Физическому иногда приходится воевать Особенно тем, кто Рождены в телах кшатриев И их жизнь Периодически Заставляет участвовать В ситуациях Которые Душе Абсолютно Несвойственны И как раз Вот если человек Очень сильно Обусловлен Просто Вот он Допустим Как воин действует Он находится в гневе Он понимает Враги Врага нужно убить Он действует У него никакой двойственности В этом плане нет Прямо и четко Но вот когда человек Обладает уже Духовным знанием То есть понимает Своё отличие от тела И знает Что такое Духовная природа Знает Что такое Материальная природа Вот для него Действовать Повинуясь Материальной природе Может быть Сложновато С одной стороны Он понимает Что Ну Таков удел Такова Миссия Такова задача Бога Это его Игра Это его Определённый Замысел В котором Каждому Дан Какой-то Какая-то роль Вот И Поэтому Он понимает Что это нужно делать Но Он понимает Какая-то Всё Глупость Может быть С духовной точки зрения То есть В определённом смысле слова Обусловленные существа Они действуют Полностью Под влиянием Материальной природы Продолжаем Особенности Материальной природы Ни с того Ни с сего Всё прервалось Итак Когда человек Полностью Находит под влиянием Материальной природы У него В общем-то Нет сомнений Что делать Что он Другой Духовной природы Не знает Когда же Человек Обладает Уже Духовным знанием И Понимает Что Духовная жизнь Это совсем другое То что Отличается Принципиально От материальной А в каком-то смысле Ему становится Немножко сложнее То есть Получается Что он должен Заниматься Какой-то такой Контролируемой Глупостью То есть С духовной точки зрения Всё это полная ерунда Вот Но Материальный долг Того требует Необходимо Осуществить Вот И у Арджоны Было смешанное Состояние С одной стороны Это вечный спутник Кришны Который Всё прекрасно знает Понимает С другой стороны Он находится В определенной Материальной Роли С определенной Гуна-кармой Нужно действовать Как кшатри Вот Но здесь тоже Всё не так Не так стандартно Потому что Враги Это не обычные враги А врагами его Оказались Члены его Собственной семьи Короче говоря Намешано Куча всего И вот С одной стороны Он прекрасно понимал Что это за война Он собрался на войну Он не случайно В этом месте оказался Он был вооружен Он был Морально Ко всему этому готов Вот Но Когда он увидел Своих родственников То Его решимость Куда-то подевалась И мы знаем Что позже В этой же первой главе В главе Багавадгиты Он будет говорить Что Не нужно мне Никакое Ни царство Ни власть Вообще Ничего этого Не нужно Вот Если цена За всё это Это вот Кровь моих родственников Если это Придётся пройти Через их смерть Через их убийство Тогда мне это Ничего не нужно Мы видим Что это эмоциональное Состояние Одолело его Фактически Это обозначает Что мы Пограничная природа И мы можем Одну часть Времени Проводить Под влиянием Духовного понимания Другую часть Времени Под влиянием Какого-то Материального понимания Как День и ночь Вот И Это как раз то Что произошло С Арджуной Вот это вот Материальная его роль Роль Кшатрия С одной стороны Она была ему понятна Он был обучен Всё прочее Но с другой стороны В духовном плане С духовной точки зрения Он понимал Что какая-то происходит Великая глупость Но эта глупость Она должна свершиться Потому что Без всего этого убийства Без всего этого Земля не могла очиститься Глупость в том смысле Что Дурьотхана Он уперся Да Он неразумный человек Он уперся И это вот Его глупость Это его Упорство Это его упрямство Оно Фактически Поставило Ну под удар Ну Почти всю династию В этом смысле Глупость Понятно Что это замысел Бога Но с материальной точки зрения Всё можно было Разрулить Разрешить Бескровно То есть Разум Дипломатия Для этого были все возможности Но вот Упорство Человека Бывает порой такое Что оно не оставляет Никаких других Альтернатив Ничего других Других вариантов Просто нет Вот Ну Арджуна понимал Эти все вещи С одной стороны Но вот Пограничная природа Обозначает Что иногда Мы понимаем Всё видим в духовном свете И всё хорошо Всё понятно Потом вдруг Нас как-то вот Переносит на материальную сторону И там опять Сгущаются Гун и карма И мы начинаем Метаться Мы начинаем Страдать Вот И Мы знаем Что у этой ситуации По меньшей мере Два прочтения С одной стороны Правопада Здесь говорит Что Это Сострадание Которое он проявил Крипа Буквально Термин Крипа Использован В самом стихе Это сострадание Или милость Его По отношению К своим родственникам Это Он говорит Это не было его слабостью Это было проявлением Его вайшнавского качества С одной стороны Вот В других комментариях Шилы Прабхупады Говорит Что Под влиянием Привязанности Аржуна Действительно Проявил Эту вот Слабость Более того Кришна Когда Начинает Свои поучения Второй главе Бхагавадгиты Он прямо Говорит Как могла Это скверно Одолеть Тебя То есть Он Вот это Кашмалам Называет То есть Примеси Вот То есть Вот это Сострадание Которое Испытывал Аржуна Сам Кришна Называет Скверно Как могла Эта скверно Одолеть Тебя Это не Подобает Человеку Арию Который Знает Высшие Ценности Жизни Это Приведет Не на Сваргу А приведет К бесчестию То есть Кришна Действуя В роли Учителя Четко Называет Эти вещи Скверной Вот Машила Прабхупады Говорит Что Это было Проявлением Мегкосердечного Сострадания Поэтому Мы видим Что Два Таких Прочтения У этой Ситуации У этого Состояния Аржуна Существует И Каждое Из них Верно Просто С разных Позиций Можно оценивать То есть Если В состоянии Вечности Оценивать Аржуну Вне Контекста Ситуации То Это Естественно Что Его Достоинство Нормальное Испытаться Страдание К живым Существам Которые Попали В такое Состояние Иллюзии Но Если Брать Не какую Такую Общую Картину А брать Сиюминутное Состояние То Кришна Сейчас Как Учитель Которому Нужен Определенный Результат Определенное Служение Своего Ученика Он Берет На себя Вот Это Такое Право Что ли Как-то Вот Может быть Жестко Даже Сказать Что-то Ученику То есть Павупада Говорит Что Это Была Не Слабость Его А Сострадание А Кришна Говорит Это Скверно Это Скверно То есть Сиюминутном Ситуативном Смысли Когда Нам Нужно Сражаться Это Выступает Как Скверно То есть Мы Не Говорим Что Между Мнением Кришны Что Это Скверно И мнением Прабхупады О том Что Это Его Духовные Качества Есть Какое Противоречие Нет Потому Что Верно И то И то В широком смысле Слово Арджуна Чистый Предный И Сострадание Это Одно Из Его Качеств Одно Из 26 Качеств Предного Вот Но Сейчас Кришне Нужна Конкретная Энергия Арджуны Сейчас Он нужен Как Инструмент Ему Вот И поэтому Он Говорит Так Как Требует Того Ситуация И Ситуация Требует Чтобы Арджуну Перевести На другой Уровень Сознания Чтобы Он Начал Действовать Вот Физическое Тело Действует С решимостью Тогда Когда Внутри Есть Эта Решимость А Когда Внутри Эта Решимость Пропала Даже Самое Сильное Могучее Тело Уже Не Будет Действовать Вот Эта Ситуация Сарджуна И тому Яркий Пример И так Кришна Действует Он Какие-то Вещи В Бхагавадгите Говорит Такого Общего Философского Плана Которые Касаются Всех И Всегда Требуется Для того Чтобы Включить Эту Энергетику Арджуна Прямо Сейчас Он Начинает Говорить Что Нет Для Кшатри Лучшего Способа Умереть Чем Сражаться За Религиозные Принципы Об этом Он Скажет Во второй Главе Бхагавадгиты Про То Что Это Недостойно Арии Приведет Не на Райские Планеты А к Бесчастью Как Будто Арджу Не Нужны Эти Райские Планеты Вот Но Тем не менее Он Так Говорит Такие Вещи Потому Что Кроме Такой Общей Философии Нужны Какие-то Практические Решения Прямо Сейчас Всю Секунду Для того Чтобы Те или Иные Вещи Произошли Для того Чтобы Энергетика Арджуна Чтобы Адхикара Вся Его Квалификация Война Включилась И Сделала Своё Дело То Для Чего Собственно Сражался Кришна Он Выступал В роли Скромного Колесничева Но Мы Знаем Что Фактически Все Остальные Исполняли Его План Он Как бы Ни Причём Просто В такой Роли Колесничева Который Безоружие Итак Это Один Момент А Второй Момент Важный Из Комментария Где Шрила Прабхупада Приводит Известный Очень Стих Из Пятой Песни Шима Что У тех Кто Занимается Преданным Служением Развиваются Естественным Образом Все Наилучшие Качества Полубогов С другой Стороны Харава Бхакта Секутом Ахат Гуна Откуда У человека Будут Великие Хорошие Качества Если он Не является Преданным Господа Хари Он Просто Мано Радхена Он Просто Едет На колеснице Ума И Гавата Баги Он Служит Внешней Энергией Бахи Это Внешний Материальный Мир То есть Он Идет На поводу Всех Соблазнов Определенных Импульсов Идущих Из Материальной Энергии Этот Стих Часто Вызывает Определенное Недоумение У Людей У Преданных В частности А потому Что Он Отличается Определенной Категоричностью В этом Стихе Сказано Что Нет Хороших Качеств У человека Нет Хороших Качеств Если Он Не Является Преданным Господа Хари Мы Говорим Ну Как же Посмотрите Сколько Вокруг Людей Есть Добрые Сострадательные Которые Готовы Помочь И Какие-то Героические Поступки Совершают И Бескорыстием Отличаются Как же Эти Качества Не Являются Хорошими То есть Они На фоне В общем В целом Не очень Хороших Людей Калиюги Люди Которые Собладают Такими Качествами Они Являются Выдающимися Мы Говорим Ну Как же Так Вот Они Есть Вот Но Это Утверждение Достаточно Категоричное И Поэтому Он Вызывает Определенные Сомнения Как Его Правильно Понимать Что Оно Вообще Говоря Значит И Объяснение Такого Что Критерием Того Что Какое-то Качество Является Достойным Или Хорошим Является Связь Которые Ну Допустим Они Там Любящие Сострадательные Тоже Готовые Помочь И так Далее Вот Но Они Остаются В состоянии Двойственности И Поэтому Они Допустим Добры К одним Но К другим Они Уже Не будут Добры Допустим Они Будут С одной Стороны Где-нибудь Там Защищать Животных Да Голубых Китов Каких-нибудь Там Норок Или Кого-то Там Еще И При этом Они Совершенно Спокойно Или Там Собак Кошек При этом Совершенно Спокойно Едят Коров Баранов И так Далее Кур Без Всяких Проблем То есть Они Защищают Китов Но Какую-нибудь Селедку Они Съесть Могут Запросто А какая Разница Между Селедкой И Китом Разница В том Что Может Селедки Много А Китов Мало И Поэтому Китов Нужно Защищать А Вот Это Как они Там Привезли К бабушке В деревню Какого-нибудь Внучка И бабушка Так любит Своего Внучка Вот Хорошие Качества Любящая Бабушка Потом Она Идет Спокойно Во двор И там Отрубает Петуху Голову Или Курицы И варит Для своего Любимого Внучка Суп Понимаете Вот То есть Вот она Любящая Добрая Бабушка Которая Всех Заботится И так Далее Но По отношению К другим Живым Существам Сострадание Там Абсолютный Ноль Потому что Она Воспринимается Просто Как Пищу Вот То есть Критерием Того Что Качество Является Настоящим Реальным Является Связь С Верховной Личностью Бога То есть Если Человек Занимается Служением Богу То Соответственно Он Проявляет Божественные Качества Потому что Он отражает Божественную Природу Преданное Служение Обозначает Что Человек Находится В сфере Внутренней Энергии Внутренняя Энергия Это Энергия Духовного Мира Это Энергия Родная Для Души Именно Поэтому Когда Живое Существо Оказывается В сфере Духовной Энергии Все Те Наилучшие Качества Из души Проявляются В этом Смысл То есть Качества Хорошие Себе Прививать Не надо Можно Привить Себе Хорошие Привычки Допустим Чистота Пунктуальность Что то еще Этим вещам Нужно Научиться То есть Они Рождаются Из Изгун Благости Из какой то Определенной Культуры Дисциплины Но Сами Качества Души Все Наилучшие Сострадание Милосердие И так далее Им научиться Нельзя Потому что Они Являются Проявлением Самой Атмы И для того Чтобы Они проявились Атма Душа Должна попасть Под влияние Духовной Энергии Вот в этом Весь секрет То есть Мы не занимаемся Каким то Отдельным Развитием Качеств Давайте Сегодня Медитировать На Сострадание На Милосердие На Смирение На Что то еще Это Достаточно Искусственные Попытки Понимаете Но Когда Душа Является Чистой То Все эти Качества Они Естественным Образом Проявляются Их Невозможно Имитировать Можно Конечно Научить Как то Там До Степени При помощи Какого-то Какой-то Муштры Какого-то Тренинга До Какой-то Степени Научить Человека Действовать В каких-то Определённых Ситуациях Определённым Образом Но Это Не совсем То Что Нужно Потому Что Настоящие Качества Проявляются Именно Из Люди 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 Которые Обладают Ну Больше всего Природой Благости Благости Это Такое Наиболее Тонкое Покрытие Которое Скрывает Душу И поэтому Качество Души Через гуну Благости Проявляется Наилучшим Образом И поэтому Благостные Люди Это Наиболее Приятные Для общения Люди Потому что Они как раз Ближе Всего К духовной Природе Это Еще не Полностью Духовная Природа Они в большей степени Скрыты И поэтому Эти люди Могут Внешне Быть Какими-то Привлекательными Или Интересными Но с точки Звения Отношений С ними Все сложно Они могут Обмануть Они могут Подвести Они могут Как-то там Использовать Манипулировать Обхитрить Обмануть А почему Потому что Эти гуны Побуждают Так действовать Понимаете Вот Или допустим Там какой-нибудь Садист Живодер Он Привлекает Каких-нибудь Там животных Или людей Какой-нибудь Там Не знаю Приманкой Конфеткой Чем угодно А когда Это живое Существо Повелось Привлеклось Он просто Уничтожает И все То есть Он играет роль Хорошего Дяди А в действительности Является Каким-то Садистом Маньяком Или живодером Вот То есть Такова Материальная Природа Что Все прекрасно Понимают Что такое Хорошие Качества И в этом Материальном Мире Люди могут Пытаться Имитировать Их Респектабельными Вот Но Это все Мгновенно Меняется Как только Ситуация Меняется Внешне Когда человек Только что Он вам улыбался Но что-то Произошло И он уже Скалит зубы И уже Он готов Вцепиться вам В глотку Вот просто Потому что Поменялась Ситуация То есть Это не есть Настоящее Качество души Это Некая Имитация Вот И когда мы Видим Как кто-то Что-то имитирует Какие-то Качества И потом Какая-то Ситуация Поворачивает Человека Другим Боком И выясняется Что он Не такой уж Добрый Не такой уж Хороший Каким Хотел Казаться Это Нас Разочаровывает Вот Это Такая Знаете Тонкая Позолота Которая Блестит Как золото Но чуть-чуть Ее царапни И там Из-под этой Позолоты Что-то Другое Полезет В то время Как Настоящие Духовные Качества Это Золото Не Позолота А золото Золото Обозначает На всю Глубину Царапай Его Не царапай Что с ним Угодно Делай Расплющивай Меня И форму Золото Останется Золотом Вот это Обозначает Что Человек Который Реально Находится На духовном На духовном Уровне То есть Духовные Качества Развил С ним Ничего Не происходит Именно По этой Причине Иногда С великими Преданными Кришна Устраивает Какие-то Очень Сложные Ситуации Для того Чтобы Показать Миру Как Реагируют Чистые Пряданные На все Это Вот То есть Обычный Материалист Который Освоил Науку Какого-то Этикета Каких-то Может быть Правил Какие-то Качества Научился Внешне Проявлять Или Имитировать Вот Только Стоит Какая-то Ситуация Нестандартная Все Он Сразу Перестает Быть Каким-то Таким Благотворителем Он Женет Просто Спасать Позолот Это Были Поверхностные Вещи А внутри Просто Там Действуют Низшие Гуны И Под Их Мотивами Человек Просто Пытается Использовать Внешнюю Оболочку Благости Что Он Внешне Чистый Внешне Аккуратный Улыбчивый Вежливый Такой Предупредительный Хороший Какой-ка Хороший Человек Но Меняется Ситуация И Если Это Все Не Соответствовало Его Внутренней Мотивации Он Тут Преображается Становится Совершенно Другим Партнеры В бизнесе Обманывают Друг Друга Что угодно Бывают Уводят Друг У друга Жен Убивают Лично Все Что угодно Может Происходить Хотя Люди Играли Роль В общем-то Хороших Каких-то Людей Поскольку Это Было Выгодно Это Внушает Людям Определенное Доверие Что Мне Можно Доверять Но Духовная Жизнь Обозначает Что Мы Не пытаемся Имитировать Хорошие Качества Мы Пытаемся Просто Очищать Сознание А все Хорошие Качества Уже Есть Снутри Уже Есть Снутри То есть Они Как так Сказать Ну Пакетом В комплекте В определенном Находятся И по мере Очищения Человека Они Начинают Проступать Не то Что он Сидит И думает Вот 26 Качеств Предного Буду я Каждый День Месяца Культивировать Себе По одному Качеству Вот И так На месячной Основе Буду Повторять Пока Все Мои 26 Качеств Предного Не Разовьются Это Достаточно Искусственные Вещи Хотя Знать Их Неплохо Медитировать На Которая Предоставляет Нам Какие-то Определенные Материальные Возможности И завороженные Этими Возможностями И соблазнами Люди Пытаются Получить Доступ Ко всем Этим Ресурсам Ко всем Этим Возможностям Я не понимаю Что для этого Нужны Какие-то Определенные Качества Какой-то Социальный Этикет И Они Всему Этому Следуют Но Если они Не являются Преданными Господа Хари То Все эти Качества Они являются Просто Какой-то Определенной Видимой Позолотой Иллюзией Качеств Вот Потому что На всю Глубину Золота Нет Потому что Под этой Внешней Позолотой Находятся Внутренние Мотивы Страсти И невежестве Которые Рано или Поздно Разоблачаются И все Понимают Что это Просто были Поверхностные Какие-то Вещи Это Ненастоящий Такой Человек Это Поэтому Самое Большое Наверное Как Достижение Или Успех Это Когда Человек Именно Раскрывает Себе Эти Качества Это Называется Уровнем Ачары Поведения Сейчас Достаточно Популярным Делом Стало Писать Какие-то Мемуары Многие Ученики Шилапарупада Пишут Какие-то Мемуары О Своих Воспоминания О Взаимоотношениях С ним Это Достаточно Интересный Жанр Потому Что Правупада Личность Очень Многогранная И Разные Люди С разных Точек Зрения Через Какие-то Разные Ситуации Описывают Практически Множество Разных Есть Цикл Воспоминания Прабхупаде Видео Где У разных Его учеников Берут Интервью И они Рассказывают Какие-то Разные Истории Ситуации И так далее Или В виде Книг Довольно Много Сейчас Всего Такого Выходит И Все Отмечают Никто Не Говорит Что Шила Прабхупада Привлёк Нас Философией Или даже Знанием Все это Оценивают Но Практически Все Большей частью Говорят О том Что Он Привлёк Нас Как Личность То есть Мы Таких Личностей Никогда Не Видели Книги По Философии Какие-то Вещи Та же Багавадгита В общем Она Ну Конечно Без Комментариев Прабхупада Но В той или иной Степени Она Была Как-то Известна В общем Идеи Религиозности Духовности Они Не были Ким-то Прямо Революционно Новыми Это Все В той Или Иной Степени Как-то Люди Знали Но Что Было Революционно Новым Это Именно Личность Которая Жила Вот На этом Уровне Жила На этом Уровне Чистой Духовности Чистой Преданности Кришни И Вот Это Покоряло Полностью Людей То есть Они Видели Живой Образец Человека Из Духовного Мира То есть Для Него Все Его Реакции Все Его Взаимоотношения Они Были На Духовном Уровне То есть Он Оценивал Он Сам Себя Осознавал Душой Частицей Кришны Слугой Кришны И Он Других Также Воспринимал То есть Для Него Это Не Было Какой То Игрой Или Какой То Определенной Тактикой Что Какая То Роль У Меня То То Он Реально Понимал Что Все Эти Живые Существа Которые Окружают Частицы Кришны И Поэтому Им Нужно Дать Такое Понимание Такой Процесс Чтобы Они Тоже Почувствовали Себя Частицами Кришны И Одним Своим Поведением Одной Своей Готовы Были Ради Него Делать Все Что Угодно То Есть Вот Эта Духовная Энергия Исходившая От Шивы Прабхупады Она Творила Чудеса То Есть Мы Знаем Что Обычно Живое Существо Очищается Не Быстро То Стандартный Процесс Очищение Он Занимает Как Правило Многие Жизни Не Одну Жизнь Он Занимает Но Когда Кто Кому Повезло Кто Оказался Рядом С Такой Великой Личностью То Это Позволяет Человеку Прогрессировать Семильными Шагами То Есть Он Преодолевает Большие Расстояния За Очень Короткое Время Благодаря Тому Что Он Находится В поле Вот Такой Интенсивной Духовной Энергии Потому Что Во Время Нашей Прабхупады Реально Происходили Всевозможные Чудеса И Многие Из Учеников Светельствуют Об этом Рассказывают Всевозможные Какие-то Истории Вот И все Очарованы Именно Самой Личностью Прабхупады То Что Он Говорил Это Одно Вот Но Интересно То Что Когда Шила Прабхупада Ушел Все же То Что Он Говорил Оно Осталось В Форме Записей В Форме Клиник Все Это Пожалуйста Бери Да Вот Но Многие Преданные Не знали Как Теперь Вообще Общество Будет жить И развиваться Вот Потому Что Знания Это Полно Пруд Пруди А вот Людей Которые Демонстрируют Вот такие Вот Качества Полностью Духовные Их Ну Прям Скажем Немного Вот И После Ухода Ачарии Ну Появились Естественно Так Новые Люди Выполняющие Роль Лидеров Гуру Саньясь Проповедники И так Вот И Все это Так оно И должно Быть При смене Поколений По другому Это и никак Не может Быть Вот Но Для тех Кто Вот Жили С правхупадой Сразу же Они почувствовали Что Чего-то Такого Сильно Не хватает То есть Нам Это все Трудно Понять Потому Что У нас Нет Слома Или Контраста То есть Мы Никогда Вживую С правхупадой Не взаимодействовали А Те Кто Взаимодействовали Они Почувствовали И вот оно Зашло И понятно Что Ученики Отражают В определенной Степени Качество Духовного Учителя И традиция Должна Продолжаться Пархупада Сказал Вы должны Продолжать Это дело Все понятно Но Тем не менее Многие Почувствовали Что Чего-то Стало Меньше Чего-то Стало Меньше Сейчас Конечно Ученики Они тоже Набрали Силу Тогда Они были Менее Опытные Сейчас Они уже Сами В полной Мере Духовные Личности Проявляющие Духовные Качества А тогда Это был Сильный Контраст Потому что Новые Лидеры Это те Кто Вчера Были Моими Коллегами Моими Духовными Братьями Теперь Они вдруг Стали Поэтому Многие Видели Большой Контраст Между Молодыми Еще Неопытными Лидерами И Прабхупадой И Они думали Что Все На этом Конец Потому что Молодость Склонна К Максимализму Либо Все Либо Ничего Вот То есть Я к чему Это все Говорю К тому Чтобы Эту Идею Проиллюстрировать Что Привлекал Людей Именно Прабхупада Как Личность Как Носитель Этих Всех Наилучших Качеств По Какой Причине Потому что Это И есть Качество Чистого Предного В 12 Главе Бхагавадгиты Стихах С 13 По 20 Перечисляются Все Эти Качества Предного То есть Сначала Первая Половина Главы Описывает Как Человек Становится Предным Какие там Уровни Преданности Бывают Выше Ниже А потом Начиная С 13 Стиха Перечисляется Качество То есть Обозначает Что Бхакти Проявляет Себя Именно В поведении Вот Этой Ачаре И это Наиболее Ценно Вот Почему Одним Из ключевых Моментов В Духовной Жизни Духовной Практики Является Вот Садхусанга Потому что Одно Дело Мы Читаем Слушаем Внутри Как Все Одно Но Когда Ты Видишь Этого Человека Носителя Всех Качеств То есть Человека Который Ведет Себя Как В Духовном Мире То есть На Внутреннем Уровне Может Быть Это Сложно Сформулировать Но Человек Чувствует Духовную Энергию Он Чувствует Духовную Энергию И Вот Она Привлекает Она Завораживает Что Вот Это Знание Воплощенное В определенной Личности Воплощенное В определенном Поведении И Вот Это Наиболее Сильный Пожалуй Проповеднический Аргумент То есть Не просто Там Что-то Логический Человек Такое Сказался Сказали Ах Да Вот Абсолютно Истина Мы Принимаем Вот А именно Это Вся Наиболее Убедительная Что-ли Убедительная Аргументация Она Лежит Именно В сфере Вот Этого Поведения Которое И является Проявлением Духовной Энергии Проявлением Открытой Души То есть Люди Видят Что Духовная Жизнь Или Духовный Человек Человек С духовными Качествами Это Реально Это Не просто Какая-то Сказка Да Что Давайте Будем Развиваться Стремиться Кому-то Совершенству Это Все Хорошие Слова Но Когда Мы Видим Реальная Личность Человека Который Это Все Уже Реализовал В себе Мы Говорим Вот Видите Как Действует Процесс Что Духовная Энергия Процесс Преданного Служения Процесс Чистого Воспевания Он Из Души Все Качества Проявляет Наружу Человек Ведет Себя Как Такую Как Житель Духовного Мира Вот Это Не Обозначает Что Он Потерял Контакт С Материальной Реальностью Нет Проападовал Полностью Адекватным Человеком И Он Понимал Как Работает Материальная Энергия Вел Себя Соответствующим Образом Вот Но При этом Как Учитель Он Показывал Своим Ученикам Не Просто Давал Им Какое-то Знание Философию Там Какие Какую-то Аргументацию Их Учил Там Он Тоже Учил Как Там Спорить Там Как Отстаивать Позицию Спрашивал Убеждены Либо Полностью В сознании Кришны Это Все Было Определенная Теоретическая Подготовка Уровень Знания Вот Но Самое Главное Это Вот Именно Чара То То Как Это Все Проявляется В Реальности И Часто Бывал Такой Конфликт Что Молодые Ученики Прабхупады Где-то Как-то Вот Они Под влиянием Гун и Страсти Перегибали Порой Палку Что Практически Неизбежно Вероятно В Миссионерской Деятельности И Приходили Родители Или Какие-то Другие Люди Которые Были Обижены Или Задеты Каким-то Образом Этими Преданными И обращались К Прабхупаде Жаловались Ему На его Учеников Они Говорили Вот Вы Но с позиции Поведения Видите Сколько проблем Вот Дашила Прабхупада Извинялся Перед ними Говорил Да Вы их Простите Пожалуйста Они Еще Пока Молодые Неопытные Я Еще Не Сумел Их Всему Обучить Вот То есть Это Говорит О том Что Знание Которое Мы Получаем На Информационном Уровне Без Сомнения Обладает Ценностью Вот Но Чтобы Это Знание Прошло Через Все Эти Вот Наши Оболочки Ложное Эго Ум Разум Чтобы Оно Попало В душу И Именно Чтобы Мы Научились Не Научились Вернее Чтобы Мы Естественным Образом Проявляли Себе Эти Качества Это Требует Определенного Времени Требует Определенной Подготовки Это Требует Каких То Взаимоотношений Почему Говорится Что Учитель Он должен Обучать Ученика То есть Он должен Смотреть Какие Может быть Какие-то Ошибки Делает Или Как-то Себе Ведет Не Очень И Он Дает Ему Определенные Наставления И Потом Смотрит Как Ученик Меняется Как В Какие-то Ситуации Его Ставит Какие-то Может Задания Ему Дает Которые Могут Помочь Ученику Развить Определенные Качества Или Избавиться От Каких-то Сомнений Своего Ложного Эго Как Правупада В свое Время Допустим Одного Лидера Который Достиг Очень Больших Успехов На Одном Поле Деятельности И Гордился Этим Успехом Он Сказал Ему Ну Что Может Тебе Поехать На Другое Поле Деятельности Где Вообще Ничего Нет Целина Пустыня В Китай Может Поехать И Этот Ученик Он был В полном Шоке Потому Что Фактически Его Вырывали Из той Среды В которой Он Достиг Однозначного Видимого Успеха Вот И Он В какой-то Степени Купался В этих Лучах Этого Успеха Было Здорово Классно Все Видели Его Достижения Да Какое Вот И Вдруг Его Вырывают Из этой Среды И Помещают Другое Поле Деятельности Где Он Никто Где Все Нужно Начинать С Как Другая Планета Фактически Вот И Мгновенно Все Это Какая-то Гордыня Своими Успехами И прочее Куда Это Все Девалось Теперь Он Приезжает В какое-то Место Где Никто Перед Ним Не Кланяется Никто Не Знает Кто Он Такой Никто Ему Не Рукоплескает Никто Не Говорит Ой Смотрите Вот Такой Махарадж Все Полностью Новое Поле Деятельности Где Какого-то Успеха То есть Прабхупада Делал Вот Такие Перестановки Такие Решения Принимал Не с целью Лишить Человека Каких-то Плодов Или заслуг А для того Чтобы Очистить Его От Нежелательных Вещей Которые Могут Возникать Потому что Есть проблемы Которые Возникают Из нашей Прошлой Кармы А есть Проблемы Которые Возникают Из Неправильной Практики Бхакти Когда Человек И когда Успехом Называют Не развитие Этих Духовных Качеств А успехом Называют Какие-то Внешние Достижения Смотрите Сколько Книг Распространено Смотрите Сколько Храмов Открыто То Все То есть Внешние Вещи Они Видны Они Тоже Имеют Определенную Ценность Вот Но Важнее Для Духовного Учителя Это Те Качества Которые Развивает Ученик Вот И поэтому Он Может Снять С него Все Вот Эти Регалии Или Перекинуть В Какое-то Другое Поле Деятельности Где Фактически Он Оказывается Вне Всяких Плодов И теперь Он Понимает Что Нужно Полностью Полагаться На Милость Кришны И Вот В этом Состоит Успех А не В том Что Я Достиг Того Того Или Другого Вот Поэтому Шила Прабхупада Сам Демонстрировал Все Наилучшие Качества И Он Указывал Ученикам Он Говорил Что Если Я Сумею Сделать Хотя Одного Человека Чистым Преданным Буду Считать Свою Миссию Выполненной Почему Потому Что Один Чистый Предный Может Многих Других Сделать Чистыми Предными Ну Не Хотя Бо Еще Одного А Кто Там Еще Дальше Вот То То Есть Хотя Бо Один Должен Быть Одного Ученика Сделать Чистыми Предными Вот И В этом Наша Надежда И так Вот Из Поколения В Поколение Все Передается Вот То То Есть Смысл В том Чтобы Вот Эти Все Наилучшие Качества Проявились Из Души И Естественным Образом То То Они Не Были Какой-то Умелой Имитацией Не Были Каким-то Результатом Какого-то Обучения Какого-то Тренинга Да То Есть Сейчас Очень Модная Тоже Тема Все Эти Тренинги Личностного Роста И так Далее И так Далее Вот Это Все Внешние Вещи Как Правило Которые Не Работают С Преображением Самой Души Потому Что Душа Преображается Только В протезе Преданного Служения Все Остальное Это Какие-то Манипуляции На уровне Ума Разума И Эго Не Духовная Жизнь Обозначает Другое Духовная Жизнь Обозначает Что Через Реальный Контакт С Богом Совершенной Личностью В человеке Открываются Вот Эти Совершенно Наилучшие Качества Ну Вот На этом Наверное Мы Остановимся Если Есть Какие-то Вопросы Комментарии Дополнения Пожалуйста Ари Кришна Я Вижу Александра Поднятая Рука Организатор Вопрос Кришна Проженок Кумар Был Скажите Пожалуйста В предыдущем Стихе Там Упоминалось Имя Сыновья Такие Как Лакшмана Это Какой-то Сыновей Был На стороне Дурьотханы Или Это Просто Сыновья Дурьотханы Это Какой Стих Номер В комментариях К 26 Стиху Кракхампада Пишет Ну Да Это Явно Не сын Арджуны Был Лакшмана Я не знаю Точно Как Звали Сына Дурьотханы Может Потому что У него Были Сыновья Тоже Которые Участвовали В битве Но Это Явно Что Не Сын Арджуны Из Сыновей Арджуны В битве Участвовал Абхиманию Участвовал Его Малоизвестный Сын Ираван Это Сын Арджуны И Улупи Улупи Это Принцесса Дочь Царя Нагов И Ираван Их сын Когда Арджуна Был В ссылке Ну Да Такое Вынужденное Паломничество Аскеза И Еще Один Сын Который Был Сыном Драупади То есть Сын Субхадры Абхиманию Погиб у него В битве Сын Улупи Ираван В первый день Битвы Он Погиб И Сын Драупади Не помню Как его звали Он уже там В конце Ашватхама Хоть был Арджуна Потерял Всех своих Детей Фактически В этой Битве Поэтому Вот этот Сын Который Там Перечисляется Это Не Сын Арджуны Это Скорее Сын Дурьотханы Или Кого То Спасибо Григорий Харе Кришна Позвольте Полег Задать Вопрос Вот Ачари Говорят Что В результате Практики Предного Служения Сердце Должно Не Огробивать Не Становиться Черствым А Размягчаться Не Не Могли Подсказать Практически Как Преданному По Таким Признакам Понять Что Его Сердце Все Размягчается Что Эти Практики Они Облюбляют Это Стихи С Тринадцатого По Двадцатый И Какие Это Еще Из Как Вы Определяете На физическом Плане Что Это Мягкое Или Твердое Это Не Сложно Да Допустим В Аюрведе Есть Процедура Называется Снехана Снехана Обозначает Смягчение То есть Когда У человека Возрастает Гуна Вернее Не гуна А это Вата Доша Воздух Она Сушит Все И делает Таким Твердым Холодным Жестким Негибким Вот И поэтому Человека Поливают Горячим Маслом Массирует 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 Чтобы Все это Глубоко В ткани Вошло Это Назвестно Снехана И заставляет Масло И снаружи Масло И внутри И смысл Этого Состоит В чем Чтобы Ткани Смягчились Чтобы Всю Холодную Жесткую Сухую Шершавую Всю Вату Устранить Она Источник Болезней Это Снехана И Также Мы знаем Что В духовной Жизни Одно Из Проявлений Према Это Снеха То есть Мягкость Такая И Как правило Это Мягкость Внутренняя Она Проявляется В том Что Человек Очень Чувствительный Не Сентиментальный Который Знаете Ему Что-то Там Ну Как Это В этой Какой-то Там Советской Коменде Кавказская Как Птичку Жалко По Этому Поводу Слезу Проливать Не В этом Смысле А Мягкий Чувствительный К духовным Проявлениям То есть Допустим Он Видит Форму Кришны Он Слышит Имя Кришны Это Сразу Размягчает Его Сердце Мгновенно Понимаете Как Вот Допустим Куску Масла Кусок Масла Мед Какую-то Форму Определенную Вот Поставить Его На Огонь И Он Начнет Терять Свою Форму Оплывать Начнет Все Эти Углы Угловатые Эти Вот Свои Очерта Начнет Терять Вот Точно Так же Когда Говорится О Снехане В Духовном Плане То Понятное Дело Что Она Проявляется Во Внешней Среде Как Некое Сострадание Участливость Желание Помочь Людям То То Что Арджуна В этом Стихе Описано Что Правопад Это Было Его Качество Духовное Это Его Проявление Духовной Силы Вот В этом Плане Но Так же Это Снехана Или Мягкость Такая Чувствительность Проявляется Во Взаимоотношениях С Кришной Он У него Сразу Эмоциональный Сплеск Он Увидел Форму Кришны Он Какие-то Другие Проявления Или Шастры Как Шукадева Гусами Услышал Стих Десятой Песни Шимад Бхагава И у него Все Сразу Эмоции Поднялись Духовно Это Снехан Его Сердце Очень Чувствительное К Духовной Энергии В материальном Плане Чувствительных Людей Вот Таких Сострадательных Они Тоже Есть Они Они Не Могут Видеть Как Другие Страдают Это Хорошо На самом деле Но Это Все Лишь К Сфере Материальной Энергии Относится Допустим Они Не Реагируют Вот Так Ж Скажем Так Восприимчиво К Духовной Энергии Потому Что Они Не Очищены У Них Просто В Материальной Сфере Это Все Проявляется Но Когда Мы Говорим О Духовном Развитии То Это Снехана Или Смягчение Сердца Оно Проявляется Именно В том Что Человек При Разных Проявлениях Духовной Энергии Чувствует Этот Подъем Как В Читании Чиритамрити Это История Когда Значит Преданные Принимали Прасад И Какой-то Там Рис Как-то 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 Образ Рисинка Попала На ногу По-моему Адвайта Ачарь Если Не ошибаюсь И Он Там Начал Станцевать Как Угорел Как Сумасшедший То Что Такое Рисинка Это Прасад Пища Предложенная Кришне И Для Него Контакт Элемента Одного Зернышка Прасада С телом Вызвало Как Такой Электрошок То Он Сразу Духовно Преобразился И Началось Духовное Проявление Это Значит Повышенная Чувствительность Духовной Энергии Почему И Говорится Во второй Песни Бхага В этом Что Если Человек При Произнесении Святого Имени Господа В него Из глаз Не текут Слезы Это Обозначает Что Его Сердце Заковано В железо В броню Вот Это Обозначает Что Сердце Не Размягчено Снех Она Еще Не Проявилась В полной Мере Понятно Спасибо А можно Еще Про Пракхупаду Вы говорили Такой вопрос Задать Также Вы говорили Что Мягкость Не должна Быть Сентиментальной Есть Одна Беседа Где Ученица Приходит Шиле Пракхупаде И Рассказывает Про Одного Преданного Говорит Что Он Прекратил Практику И Говорит Шиле Пракхупада Спасите Его Шиле Пракхупада Очень Интересно Ответил Он Сказал Как Я Могу Спасти Того Кто Не Хочет Быть Спасен То есть Получается Мы Можем Проявлять Сострадание Ачаги Но Если Душа Не Хочет Чего Или Другой Путь То Учитель Занимает Некое Остраненное Положение Также Иногда Мы Можем Слышать В лекциях Печатля Говорят Сейчас Я Не Могу На Этого Ученика Дарить То Есть Сострадание И Есть Период В Жизни Ученика Когда Он Не Хочет Без Спасен Да Мы Говорили Во время Лекции Что Душа Принадлежит К Пограничной Энергии Это Обозначает Что Может Попадать Под влияние Одной Энергии Другой Энергии Как Ветер Сегодня В одну Сторону Дует Дерево Туда Клонится Завтра В другую Сторону Дерево Туда Клонится Точно Так же И В жизни Человека Который Является Каништхой То Который Не освободился Еще от Анардх Не достиг Уровня Ништхи То Его Состояние Подлежит Вот таким Флуктуациям Изменениям То есть Он Нестабильный Сегодня Все Здорово Он В экстазе Казалось бы А завтра Куда этот экстаз Девался Он В унынии Сидит И не знает Что ему Делать Потому что Анардхи В его сердце Сейчас Одолели Его Его материальные Желания Лишили Его решимости Лишили Его силы И он Чувствует Что духовная Жизнь Ему В тягость Он там Пытается Повторять Харе Кришна Мантру А материальные Желания Реально Глушат Вообще Все У него Он повторяет Мантру И не слышит Ее А слышит Голос Только своих Материальных Желаний И он Думает Какой кошмар Наверное Какое-нибудь Оскорбление Совершил Или еще Что-то Такое То есть Под влиянием Материальной Энергии Вот такие Проявления Могут быть И учитель Чувствует Когда Можно Ученика Вырвать Из мая То есть Когда он Так Ну может быть Слегка Отвлекся Еще Она им не Владела Да Вот И это Увенчается Успехом Или он Чувствует Что в данный Момент Ученик Абсолютно Невосприимчив И Нужно Может быть Ослабить Поводок Дать ему Возможность Но он Хочет Там где-то Погулять В материальном мире Ну пусть Погуляет Если он Искренний То погуляв Он вернется А если Не искренний Ну тогда Собственно И переживать Не о чем То есть Кришна С ним Как-то Разберется Сам Позже Может быть Человек Придет Вот поэтому Духовный Учитель Прекрасно Понимает Что Ученики Разные Все Одни Серьезные Другие Не очень Одни Искренние Но просто У них Какая-то Слабость Вот Им нужно Помочь А другие Не очень-то Искренние Или они Чего-то Хотели Другого То есть Допустим Их мотивация В духовной Жизни Была Невысока То есть Мы знаем Четыре Типа Мотивов Те Кто в Беде В нужде Любопытные Ищущие Абсолютную Истину Вот Если Человек Не Переходит В категорию Хотя бы Любопытных Ищущих Абсолютную Истину Вот В какой-то Степени Он При помощи Духовной Жизни Его Знакомство С Кришной Закончилось В том смысле Что ему Больше не интересно Он Ни Жигьясу Ни Гьяни Вот И поэтому Он Как-то Так сказать Что-то Получил Ну и ладно На этом Все То есть Это обозначает Что Его мотивация Не очень Искренняя Вот И духовный Учитель Видит Эти вещи Прекрасно Вот Поэтому Он Не будет Говорить Ему Сейчас Давать Какие-то Наставления Потому Что Он знает Что Ученик Наставления Сейчас Не примет И получится Что Гуру Даст Ему Наставление Которое Он Не сможет Принять И Это Еще Больше Ухудшит Его Положение Потому Что Это Называется Гурор Аваги То есть Пренебрежение Или Игнорирование Наставлений Духовного Учителя Вот Поэтому Учитель Видит Что Допустим Ну В какой-то Момент Ситуация Уже Вышла Из-под Контроля И Ученик Уже Не слушается Этот момент Он Понимает Что Лучше Оставить Его В покое На Какое-то Время Прекрасно Знаю Что Если Он Искренний Он Вернется А Если Неискренний Ну Чего Сожалеть От Кришны Никуда Не Денешься Как Вот В Девятой Главе Бхагавадгиты Кажется Шестой Стих Не Ошибаясь Кришна То Подобно Тому Как Могучий Ветер Повсюду Всегда Остается В небе Так И Все Живые Существа Всегда Остаются Во мне То Куда В этом Живое Существо Не Убегало Оно Всегда В пределах Досягаемости Кришны Вот Учитель Может Потерять Контакт С учеником По Разным Причинам Но Кришна С этой Душой Контакт Никогда Не Потеряет Вот Поэтому Такие Ситуации Тоже Бывают Подскажите Вероятность Что Вход В храм Будет По QR Кодам Откуда Жизна Я Не В Владивостоке Я В Майапуре Здесь Никаких QR Кодов Нет Здесь Все Абсолютно Спокойно Пока Никаких Ограничений Не Существует Никто Никого К прививкам Не Склоняет В этом Плане Достаточно Благополучная Ситуация По меньшей Мере На данный Момент Вот Как Будет Ситуация В России Развиваться Это Вам Виднее Здесь Я Вам Не Подскажу Еще Какие-то Вопросы Есть Можно Да Пожалуйста А как Долго Неискренний Человек Может Оставаться В обществе Преданных Как Вы Говорили Что Манур Атхена В какой-то Момент Он Постоянно Соскакивает На колесницу Своего ума И вот Когда Его интерес Где-то Пропадает Он Перестает Служить Как Долго Будет Такая Ситуация Немножко Немножко Вы Не так Стих Интерпретирую Этот стих Где Говорится Что Человек Яд На колесницу Ума Это Не О Преданных Это О Непреданных Это О Непреданных Хара Ва Бактесе То есть Люди Которые Не Являются Бактами Господа Хари Что Касается Того Сколько Неискренне Может Оставаться В обществе Преданных До тех пор Пока Его Мотивация Держит То есть Что-то Он получает Из того Что он Хочет Он Будет Оставаться Если Допустим Какие-то Происходят Вдруг Изменения Или Какие-то Повороты Или Что-то Еще И он Чувствует Что Больше Он Ничего Не Получает Тогда Пропадает Стимул Оставаться Обществе Преданных То есть Когда мы Говорим Неискренный Человек Это Человек Который Хочет Больше Получать Чем Отдавать Вот Что Такое Неискреннее То есть Неискреннее Это Обозначает Скрытый Материалист А Материализм Это Что Такое Материализм Это Потребление Это Потребительское Мышление Что Такое Материалист Человек Который Хочет Взять От Жизни Максимум А Ты Находятся Люди которые хотят что-то взять даже в обществе преданных, хотят здесь особенно взять, то нечего. Но некоторые люди с такой, может быть, неплохой кармой умеют устраиваться, умеют устраиваться, и здесь что-то можно сделать. Ну, допустим, сейчас я нахожусь в Майапуре, это, с одной стороны, святое место, а с другой стороны, это интересное место, где для многих бенгальских молодых людей это хорошая перспектива сделать себе некую карьеру, понимаете? То есть, допустим, вокруг что? Вокруг какие-то там мусульманские деревни, вокруг, в общем-то, или какая-нибудь ужасная Калькутта, такой муравейник. То есть, допустим, вот молодой человек, да, какой-то, сидит он в деревне, вот, какие у него перспективы? Ну, если он очень разумный, может, конечно, куда-нибудь там поехать в город, или там учиться, но это дорого, денег нет и так далее. Вот, или что у него, какой у него удел? Ну, он может тут, не знаю, продавать бананы, если у него есть, по наследству досталась какая-то ему это соковыжималка, вот он там может, это, то есть, перспектив больших нет. И тут вдруг рядом такое большое, так сказать, юридическое лицо, скажем так, да, называется Майапур, и вот преданные проповедуют, проповедуют, в деревню приезжали там, киртон пели, в храм приглашали. Ну, а что бы не поехать? Взял он и поехал, и посмотрел, бог ты мой, тут какие перспективы. Слушайте, я могу прийти вашим брамачаре, тут бесплатно кормят, ну, что-то, конечно, делать надо, да, будем делать, не проблема. Вот я побыл какое-то количество времени в этом все. Вот, если я более-менее разумный человек, я могу там как-то, ну, выделиться, выдвинуться на какое-то положение, а в этом положении чуть-чуть уже больше, может быть, привилегий. Вот, и, значит, это проект международный, большой, тут много пожертвований, можно как-то где-то устроиться, и, так сказать, какой-то там даже стартовый капитал сколотить. Ну, вот, может быть, ну, не все пожертвования сдавать, что я собрал, так потихонечку, потихонечку, потихонечку. Потом, глядишь, я уже могу тут как-то устроиться и стать каким-нибудь, там, не знаю, менеджером. Потом я женюсь, у меня уже какие-то деньги будут. Потом я себе могу тут небольшой дом построить, а потом я могу построить дом и продавать квартиры. То есть прекрасная возможность для того, чтобы материально устроиться. Потому что вокруг, ну, прямо скажем, очень скромные материальные возможности. Очень скромные. И тут вдруг вот такое заведение, которое, с одной стороны, предлагает человеку высшую цель, а с другой стороны, в нем есть определенные финансовые и социальные возможности, которых нет вокруг. И это очень просто. Очень просто может соблазнить какую-то душу, сделать правильный расчет. Этот расчет будет не на развитие Кришна Прямы, а на то, чтобы просто легко устроиться. Понимаете? Вот. И как это ни странно, такие люди здесь есть. Они здесь есть. Надеюсь, что их немного, но они здесь есть. То есть их духовная жизнь интересует так, постольку, поскольку. А основной их расчет на то, чтобы устроиться. Просто посмотрите, что такое Майапур внутри. Какие стандарты, какая культура, чистота, возможности. А потом просто поезжайте куда-нибудь через реку в Новодвипу или еще куда-нибудь в какое-нибудь такое местечко. И вы видите, что жизнь там разительно отличается. Разительно. Поэтому для кого-то, допустим, искон, это, в общем, неплохой вариант сделать карьеру. Какие-то деньги даже заработать. Понимаете? Вот. И поэтому, в общем, если человек не очень искренний, но по-своему, по материальным понятиям разумный, он вполне может устроиться. Вполне может устроиться. И вы говорите, сколько времени, сколько времени. А вот столько времени, сколько это будет предоставлять ему определенную материальную ситуацию. Ну, скажем так, грубо, кормушку, да? До тех пор, пока в кормушке есть корм, а что бы и не кормиться? А если вдруг кормушка пропадает куда-то, ну, да, надо искать что-то другое. Он преданный, но пракрита баксов. Это материалист, незрелый, который привлекся материальными какими-то такими ковришками. То есть, не совсем быть полностью материалистом, находясь в обществе преданных, крайне сложно. Но вот таким половинчатым человеком вполне можно. И достаточно долго можно. Даже всю жизнь можно. Поэтому, насколько долго вы говорите, опять же, вот, если человек получает какие-то возможности, бонусы в обществе преданных, то, в принципе, можно долго. Это получается как проклятие, да? Ну, почему проклятие? Это просто обусловленность такая у человека. Еще какие-то вопросы у кого-то есть? Рук поднятых я больше не вижу. Ну, хорошо, у вас уже в Владивостоке поздно, 8.30, да? Давайте на этом закончим. Шилапрабхупада кий-джая, Шимат-бхагавангита кий-джая. Ари Богу. Спасибо за лекцию.